Всем привет, я Григорий Герман. Смогут ли агент Гуляш и агент Пиццо поломать машину Европейского Союза? Как раз тот момент, когда эта машина набирает обороты и разворачивается стволами, орудиями в сторону своей истинной угрозы, то есть в сторону Востока. А насколько протесты в Германии, протесты против ультраправых, когда люди десятками тысяч выходят на улицах, протестуя против ультраправых, являются новой и неожиданной картинкой для Европейского Союза? Удары коалиции Соединенных Штатов и Великобритании по Йеману – это сильный ход или наоборот слабый? Еще немного о философии и еще немного о будущем. Как долго будет длиться новая Холодная война? В разговоре с экспертом-международником Игорем Семеволос. Оставайтесь, будет интересно. На фоне того, что в принципе сейчас то, что говорят и то, что пытаются делать европейские политики, является для нас более-менее позитивным, намного более позитивным, чем в 2022 году, когда мы помним, Шольц с сосиской висел, Макрон звонил через каждые 15 минут Путину и так далее и тому подобное. Но на этом в принципе достаточно позитивном ходе есть две паршивых овцы, позывной Гуляш и позывной, даже еще не придумал, как его Фитцо, которые создают новый тандем, который будет упорно противодействовать проукраинским инициативам. Как это может происходить? Ну вот, условно, страны Евросоюза подписывают договора с Украиной, а эти не подписывают. Каждый политик, вот такого плана популисты, да, который рассчитывает на какие-то громкие заявления, получение каких-то плюшек, они в каждую подобную вещь пытаются превратить свой политический капитал. Вот аж чего они хотят на самом деле, да, то есть вот в чем заключается суперзадача? Действительно Орбан и Фитцо так искренне любят золотые купола Москвы и лично Путина, или они пытаются каким-то образом просто шантажировать Евросоюз для того, чтобы получать своих плюшек? Да, конечно, я думаю, что второе, я думаю, что второе. Я думаю, там есть несколько моментов, то есть, конечно же, это в первую очередь достаточно сложное отношение самого Орбана с Европейским Союзом, с Брюсселя, претензии, которые вполне обоснованные выдвигаются Брюсселем в отношении политики нынешнего правительства Венгрии, и естественное желание, в принципе, и погореть руки. И при этом, при всем продемонстрировать своему населению, своему избирателю, что ты в этих сильных условиях... Что ты альфа такой, да, ты альфа, который нагибаешь за их интересы, несмотря ни на что, да, то есть это вот такая достаточно простая политика, популистская политика, поэтому в этом плане тут ничего. То есть мы, это, как говорится, работаем на страхах и, соответственно, используем жлобство. Понимаете? То есть мы оказались глубоко в заднице, и мы ищем оправдания или причины этого, но не в том, что мы там неэффективны или каким-то образом не получается у нас использовать ресурсы, и возможности, европейские деньги эффективны. А потому что вот есть злые силы, которые гноблят в этом плане славян, если мы говорим о Словаках, или там, допустим, Мадяр, если мы говорим о Венграх. Вот они, кто-то там пытается нас постоянно унизить, постоянно давит нам на болевые точки и так далее. А мы же великая нация, мы почти стали империей о Венграх. Ну и так далее. То есть это ресентимент, который достаточно легко используется в политике, внутренней политике, в международной политике. И вообще, как бы сейчас, на самом деле, мы просто обращаем внимание на вот эти две страны, потому что они рядом с нами, и они как бы создают определенные проблемы для нас. А вообще в мире ресентимента сейчас, хочешь, как говорится, хочешь ложкой ешь. Россия, там, ну, боже, такое впечатление, что все сошли с ума, и, в общем, на этом ресентименте, и все мечтают о величии прошлого, восстановлении, реализации своих прав, возможностей, ну и так далее. Вот эта резолюция об исключении из Совета ЕС в Венгрии, это действительно действенное средство влияния на подобных персонажей? Это, это демократический инструмент, который вполне может быть использован. Это вот, образно говоря, то самое ружье, которое повесили на стену, и оно может стрельнуть. Да, то есть оно может не стрельнуть, но обычно в случае противления добру оно стреляет. Да, да. То есть это, это очень четкое и понятное предупреждение. Потому что можно заиграться, можно перейти границу дозволенного, в смысле дозволенного не с точки зрения авторитарного, а с точки зрения правил. Да, да, да. Потому что если вы живете и соглашаетесь участвовать в неком большом коллективном сообществе, то, соответственно, вы должны придерживаться правил. Если этих правил вы не придерживаетесь и хулиганите у себя дома, и таким самым создаете проблемы своим соседям по этому сообществу, то, естественно, рано или поздно к вам будут применены правила. Британия подписала юридически и обязала себя в течение 10 лет оказывать Украине оборонную поддержку. Не гарантии, это мы помним, но, тем не менее, какая-то оборонная поддержка. Польша тоже готова подписать подобный договор, активизировались переговоры с Канадой. Вот все это, если подскладывать все это, получается ли сказать, что Усталость Запада от помощи Украине, на которую так рассчитывает Путин, на данный момент как минимум отменяется, на 2024 год? Я тут немножечко вернусь к теме Украино-Британского соглашения, гарантиях безопасности, военном сотрудничестве и так далее. На самом деле это, конечно, очень прорывное соглашение, потому что, ну, навряд ли мы могли бы получить от них пятую статью НАТО. Конечно. Это очевидно. Вот, но в этом плане мы получили нечто большее. Мы получили эталонный документ. Да. То есть хуже этого, то есть меньше, точнее, не хуже, а меньше, чем есть в британском документе, теперь ни одно европейское государство выставить не может. То есть оно не может сказать, что просто, да, мы вот поддерживаем вас, но ничего не дадим. Или как бы мы не сможем там обеспечивать вашу безопасность, там, или предоставлять вам вооружение, и участвовать в разработке новых вооружений. Меньше, чем это сделала Британия. Поэтому в этом плане этот документ является крайне важным. То есть и очень здорово, что он был заключен именно с Британией. Угу. Именно с Британией, потому что, во-первых, Объединенное Королевство демонстрирует в который раз лидерство. То есть то, что оно продолжает оставаться серьезным геополитическим игроком, несмотря на закат Британской империи. А с другой стороны, это четко сигнал россиянам, что большая игра, образно говоря, 19 века никуда не ушла, ничего не закончилось. Вы ее разбудили, россияне. Вы снова ее разбудили. Да, англичанка долго сидела молча, но теперь она придет и нагадит вам во всех ваших подъездах. Если еще немножко подняться, то можно ли сказать, что сейчас... Ну а так, вот если мы вернемся к предыдущему вопросу, можно ли сказать, что усталость Запада отменяется? Нет усталости Запада в том понимании, которым это пытаются нам продать. Или там как бы пытаются представить это русская пропаганда, или же полезные идиоты в Европейском Союзе или в Соединенных Штатах Америки, которые ищут жареные факты и пытаются, как всегда, испугать своего читателя, потому что испуг, тревога лучше продается. Да. Роза лучше продается. Поэтому здесь речь идет... По-моему, процесс происходит наоборот. Если в 22-м году и частично в 23-м году основном Европейский Союз по задних, то есть он как бы находился в тени Соединенных Штатов Америки, и Соединенные Штаты Америки выступали главным промоутером, и постепенно увеличивая ту или иную помощь и предоставляя ту или иную вооружение, и уже следующим шли европейцы, подключались к тому или иному вооружению. Ну, скажем, начиная от артиллерии, соответственно, потом Три Семерки, потом, значит, соответственно, Хаймерсы и так далее, и так далее, танки, ну и, не знаю, в общем, как бы тут не будем повторяться. То сейчас как раз Европейский Союз дозрел до того понимания, что он увидел реальную угрозу, которая существует на восточных границах и возможности начала большой войны. Это не какие-то дежурные слова, а это вполне очевидные угрозы. И сейчас произошел перезапуск вот этих военных программ. Он произошел уже, то есть он не произойдет, он произошел. И вот сейчас мы можем говорить о новом этапе оборонной промышленности Европейского Союза, то есть стран Европейского Союза. То есть вот действительно сейчас в течение ближайших полгода Европейский Союз будет выходить на такие мощности производства боеприпасов и так далее. То есть это как раз, эти изменения произошли. И благодаря штатам, благодаря тому, что, в общем, как бы штаты взяли на себя вот первую часть этого процесса, как раз европейцы смогли провести вот эти необходимые дискуссии, о которых мы говорили в начале беседы, без которых, собственно, ничего бы не произошло. И сейчас, когда уже дозрели политики, сейчас вот в рамках этого всего будет происходить и выборы, и в Европейский парламент. То есть это как бы очень важно, потому что эти выборы должны зафиксировать изменения политической и военной ситуации. И уже вот исходя из этого, все будет перезапущено. То есть это не перезапущено, а будет уже, в общем, как бы полным ходом развиваться. А очень усилилась риторика официальных лиц Европы, Европейского Союза и отдельных стран, в том числе и военных, в отдельных странах, о действительности угрозы России для Европы, для отдельных стран Европы и для Евросоюза вообще в целом. Можно ли сказать, что сейчас Украина своей стойкостью дает время Европе на подготовку к будущей войне за демократию? Да нужно говорить, потому что это так и есть. То есть это действительно иллюзии, освобождение от иллюзии, это крайне болезненный процесс. Общество, которое жило в течение длительного времени в мире, в социальном государстве, крайне сложно воспринимать изменение реальности вокруг себя. В один прекрасный момент оно может проснуться и оказывается, что мир это просто иллюзия, которая разрушена действиями российских агрессоров или террористических групп или еще чего-то. Сейчас ситуация радикально изменилась. Все прекрасно понимают, что и противоположная сторона, в отличие от предыдущих лет, консолидируется. Они формируют свою ойзла, они формируют свой альянс, они лепят из вот этих авторитарных, тоталитарных режимов некое подобие альянса, который уже сейчас бросает вызов. Да, да, да. И эффективен на самом деле. Ну и достаточно эффективен в условиях сложного принятия решений в Европейском Союзе. Да, да, да. Американцы были более-менее эффективны, но мы видим сейчас, где они и что с ними, да, в связи с появлением вот этого конфликта, который вызван, собственно, амбициями одного человека, который хочет победить другого человека, и в этом заключается его великая миссия, который хочет отомстить. Да, да. И вот эта месть, вы понимаете, тут же тоже месть, тут же тоже месть, тут же тоже месть, тут же тоже унижение, обида за унижение, обида за изменение статуса, которые получили в результате вот этих трансформаций, очень болезненных в тех же самых штатах, тематических трансформаций. И это просто из этой песни слов не выбросишь. Ну ладно, это не важно. Вот, кстати, вот по поводу трансформации. Есть еще один очень важный вопрос к поддержке Европой, Украины. Да, это вопрос финансовый. Вы верите в то, что Европа может пройти трансформацию в своем отношении к замороженным российским активам? Вот они говорят, что они в течение месяца уже примут решение, принято политическое решение по передаче доходов от замороженных активов. Окей, я ждал этого. Да, доходы, да, возможны. То есть проценты возможны. Это очень вероятно. Это очень вероятно. По мере того, как будет развиваться событие, как будет формироваться единый подход, единая позиция к отношению России, и мы видим, что это происходит, вероятно, будет и формироваться единая позиция в отношении этих активов. Если нельзя сейчас, в силу обстоятельств, в силу вот этих дискуссий, разногласий, юридических процедов, то есть, в общем, как бы мы не будем касаться. Хотя там есть разные мнения. Мне один коллега сказал, что он там на Западе опрашивал четырех юристов на эту тему. Значит, трое сказало, что можно, один сказал, что нет. Но это ничего не значит. Это просто четыре каких-то очень влиятельных юриста. Но, в силу того, что есть вот эти возражения, будет запущена, скажем, хотя бы процедура изъятия процентов, это будет уже здорово. Это уже будет какой-то шаг. Сколько их там будет? Ну, там 3 миллиона, 6 миллионов. То есть, в зависимости от того, какие там проценты отставки, сколько там времени эти проценты не изымались, да? То есть, они накапливали. Но это уже какое-то подспорье, особенно сейчас, когда вот эта пауза серьезно затянулась с американцами. Ну, в Сирии начался очередной какой-то бунт против сирийской национальной армии, против правительства сирийской оппозиции, да? Там тоже. А Сирия, интересно, потому что Россия там имеет непосредственное военное присутствие. Сможет ли Россия и дальше... перейдить эту ближневосточную рану непосредственно своими там наемниками и солдатами? Или у них уже не хватит сейчас ресурса на это? Ну, они вообще-то, конечно, очень... То есть, у них не хватает ресурсов на фронте, но они как бы продолжают поддерживать своих союзников. То есть, отправляют им вооружение, там еще чего-то, выполняя обязательства. То есть, и в этом плане они пока еще держатся. Насколько долго, непонятно. Но, в общем, это есть. Значит, Ближний Восток, Сирия, в частности, Россия, рассматривалась как такое триумфальное возвращение на Ближний Восток. Где ты возвращаешься на белом коне, и, соответственно, все начинают обосчитаться, все бегут в Москву договариваться, потому что ключи от решения там сирийской проблемы и параллельно возможность повлиять на иранцев в Кремле. Иранцы были очень недовольны тем, что, допустим, они-то по сути воюют, а россияне получают дивиденды от всего этого. И вот там возникало противоречие, и это противоречие в конечном итоге ну, закрыли убийством Сулеймани, который, кстати, был одним из таких главных промоутеров вообще от Российско-Иранского союза. А после 22-го года уже после начала полномасштабной войны, особенно с лета 22-го года, когда, собственно, произошли все эти визиты Путина в Тегеран, и подписание всех соглашений, которые потом привели к поставке Сахедов и так далее. То есть вот это... Путин оказался уже в зависимости от... Да, да, да. Иран ожидает от Путина, конечно же, политической поддержки. Путин рассчитывает на то, что он использует вот это обстоятельство для того, чтобы торговать своим положением в переговорах с израильтянами, с американцами. Да, да, да. Вот. И на это ведутся только израильтяне сейчас. Все остальные уже не ведутся. Вот. Но они не могут сейчас просто выступать уже, ну, сделать марку на такой нейтральной стороне. Да. Вот мы понимаем интересы того. Вот последнее заявление россиян, они же ведут полностью в контексте иранской политики. То есть нет ничего, что можно было бы отделить российскую позицию от иранской. Там, по-моему, это все как бы слито все воедино. А американские и британские коалиционные удары по хуситам, это сильный ход или слабый? Ну, потому что израильтяне вообще хотят, чтобы ударили не по кукле, а по руке, которая держит куклу. Да, да. Но только не израильтяне, а чтобы американцы ударили. Да, конечно, ну, конечно. Они готовы тоже участвовать, но самим сложно, да. Но потом, да. Это не то, что, знаете, стратегия удачная, неудачная. Это адхок стратегия. То есть она возникает в реальной ситуации, когда по-другому реагировать уже невозможно. То есть или же вы тогда умываете руки и говорите, все, на этом все закланчивается, давайте мы, как говорится, расходимся. Или же и признаем ваше право топить суда в Красном море или там не пускать в Суэцкий канал и так далее. Или же мы возвращаемся к неким правилам игры, то, что свободное судоходство и так далее. То есть, естественно, выхода другого не было. Да. Выхода другого не было. А вот что будет дальше? Это вот вопрос, который как бы всех волнует, потому что, ну, лично я сразу сказал, что эффективность этих ударов будет небольшой. Понятное дело, да. Да, потому что, ну, это и так понятно. Вы рассредотачиваете по огромной своей территории все эти выпусковые установки или там еще чего-то, боеприпасы, ракеты. И в лучшем случае вы в результате этих ударов можете уничтожить там энное количество этих ракет. Да, да. Но такое же количество ракет будет растянуто по всей пустыне. Да. И оно каждый день будет перемещаться. Вот, поэтому, конечно, политическое решение необходимо, но пока политического решения нет. Да. Нужно как бы в условиях плохих решений принимать какие-то решения. Да. То есть, есть плохое решение и есть очень плохое решение, когда нет никакого решения. Да. То есть, вот тут так, я бы сказал бы, ситуация сейчас. Важно то, что европейцы присоединились к этому процессу. И это означает, что коалиция увеличивается. Легитимность этой коалиции усиливается. Вот, что есть больше шансов того, что контрабандным путем вооружение с Ирана меньше будет попадать в Йемен. И это значит, что рано или поздно йеменцы, ну, куситы, в первую очередь, конечно, будут вынуждены каким-то образом реагировать. Ну, то есть, не капитулировать, понятно, это не тот народ. Вот. Но пойти на переговоры. Потому что в арабском мире переговоры, это война и переговоры, это суть их постоянной жизни. Ну, вот, в общем, если, опять же-таки, подняться на самую высокую точку и посмотреть на нашу новую планету, на наш новый мир, мир реальный и более реалистичный, чем тот, в котором Запад, как минимум, жил в течение последних 30 лет, мы можем говорить о новой холодной войне, мы можем говорить о том, что сильные, да, сильные люди, да, пришло время сильных людей, которые снова должны создать, да, типа мирные времена. И вот как быстро, по вашему мнению, мир снова сможет вернуться в... Мир сможет побороть вот эти вот темные времена холодной войны. Вы упомянули о Бабальмандепском проливе, да? Там же есть очень интересная история. Бабальмандепский пролив – это тот, который выходит из Красного моря, там очень... Ну, а там Суэцкий канал, короче, грубо говоря, это путь, через который идет все в Европу и из Китая. И вот там есть такая страна Джибути, прямо-прямо-прямо на вот этом вот... На куске, вот она прямо отвечает за этот пролив. И там мирно абсолютно уживаются китайские военные базы, американские военные базы, еще какие-то военные базы и так далее и тому подобное. Потому что все понимают важность вот этого клочка суши, который называется Джибути. «Как быстро мир сможет вернуться опять к этому ощущению объединения ради выгоды, ради процветания?» Ну, это вопрос, который я не знаю ответа. Я вообще не знаю. И вообще никто не знает, насколько я могу сказать. Потому что мы сейчас находимся в каком-то начале этого всего пути. Ну, вот не зря же, в общем, как бы заявление министра обороны Великой Британии по поводу того, что мы переходим в довоенные времена. То есть для нас это война. Мы уже давно воюем с Руссией. А Запад только начинает осознавать, что эпоха мира закончилась. И что вот приближается эпоха войны, эпоха войн. И вот это, то есть конкурентная борьба сейчас, она обостряется. Как она будет происходить? В новом глобализированном мире. Да, во что она выльется? Глобальную войну? Серию конфликтов? Или же все-таки формирование нового мирового порядка? Новых правил игры? То есть никто не знает, как это все будет происходить. Но хулиганы должны быть наказаны. Это понятно. То есть Москва должна быть разрушена, как Карфаген должен быть разрушен. Это не обсуждается. Ну, по крайней мере, у нас. На Западе это понимают, но в общем боятся. Пока что еще боятся это озвучить. Да, боятся это озвучить. То есть вот таким вот образом мы в конечном итоге подходим к эпохе серьезной конкуренции. Конкуренция, которая может вылиться во что угодно. Это правда. То есть мы, но это не значит, что мы обречены на войну. Да, конечно. Да, да. Более того, то, насколько мир сейчас связан глобализацией, информационными сетями, экономическими связями. Ни в один период в истории человечества мир не был настолько связан между собой. Никогда, вплоть до последних 20 или 30 лет. У человека, который сидит в Сан-Франциско, не было возможности связаться с человеком, который сидит в Дели. В режиме реального времени и перевести ему деньги, да, условно говоря. Или никогда человек, который сидит в Катманду, он не мог воспользоваться товаром легко и непринужденно, который произведен в Соединенных Штатах. Или наоборот. Или наоборот. Сейчас может. И мне кажется, что вот эта связанность мира может до определенной степени удержать мир от полномасштабной Третьей мировой войны, так как мы ее представляем себе на картинках Второй мировой войны. Это, кстати, иллюзия Второй мировой войны, как некий такой, как называется, пугало, лекало, лекало, да, образчик. Образчик, да. Дело в том, что даже начиналась, когда начиналась полномасштабка, и когда начались первые бомбежки Киева, то, ну, образ, все равно вот как бы рисовал образ бомбардировок, которые запомнились со Второй мировой войны. Да. Самолеты, которые летят, бомбят. То есть, мир очень сильно изменился. И война может происходить совершенно по-другому. Да, да. И холодная война может быть абсолютно по-другому. Мировая война может быть тепленькая или еще чего-то в этом роде. Да, да. И сейчас ведь как бы мы стоим на очень важном, я не хочу сказать, что это перекресток, но это некий, некий очень смыслово важный этап. То есть, в случае, если дать агрессору возможность действовать так, как он действовал до этого, то, соответственно, вы развязываете ему руки, и, как вот в случае с нацистской Германией, Вторая мировая война неизбежна. Но если вы агрессора останавливаете на вот этом этапе, не даете ему возможность развернуться, не даете ему вот этих нескольких лет подготовки и анализа, то вы, возможно, таким образом искупаете вину за все предыдущие ваши политические решения, которые вы принимали в прошлом. И что еще более может мотивировать, да, вы не только избегаете вины, вы еще и показываете пример другим агрессорам педагогически, что не стоит так делать. Не стоит рыпаться, да, не стоит рыпаться. Давайте договариваться, потому что чем Запад хорош, что он всегда предлагает договориться. Да, да, да. Это первое, что он предлагает. Да. А если ты уж не хочешь договариваться, то постепенно там дозревает о том, что надо дать в морду. Приятно, что с другой стороны в этой холодной войне будет нация и страна, которая тоже привыкла больше торговать, чем воевать. Я имею в виду Китай, который тоже больше привык все-таки поговорить, поговориться, поторговать, предложить что-то и так далее, чем устраивать глобальную войну. Ну, во всяком случае... Я не знаю. По поводу Китая для меня это все равно густой лес. Это очень густой лес, причем бамбуковый, да, но история дает нам основания. Ну, как бы да, в основном, да, китайцы, торговцы и все прочие вещи. В общем, воевали они в 79-м году, и то неуспешно, и так далее, и тому подобное. То есть... Посмотрим. В любом случае, посмотрим. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Было очень интересно. До встречи.